Словами ободрения И вы помните, что дальше Иаков говорит, а если у кого-то этого не хватает, не достает, нужно молиться Богу, просить у Господа, Господь будет даровать нам всем это. Хочу сказать, что в этой ситуации, в которой оказались мы, наша страна и наша церковь, мы приняли решение, что церковь спасения будет продолжать свои служения. И та миссия, которая есть в нашей церкви, она определяется тремя словами, верить, расти и служить, будет продолжаться. Мы по-прежнему верим Господу, мы призываем людей верить в Спасителя, принимать Господа как своего Спасителя. Мы по-прежнему хотим духовно возрастать через слово, через проповедь. И мы хотим служить, служить друг другу, служить Господу. И поэтому, несмотря на все обстоятельства, мы продолжаем делать то, что необходимо. Хотя само богослужение или формат богослужения в Церкви Спасения будет несколько изменен. Уже начиная с этой среды, наши все богослужения переходят на онлайн-трансляцию. Что это означает? Как воспринимать все это и что будет происходить? Мы призываем, чтобы все члены Церкви образовали домашние церкви или домашние группы. И всякий раз, когда будет проходить богослужение, мы призываем, чтобы семья, домашняя группа, малая группа могли собраться у экрана, чтобы быть участниками этого богослужения. У нас будет по-прежнему звучать проповедь, у нас будет участие музыкально-певческой группы. Мы вместе будем петь общим пением, мы вместе будем молиться Господу. У нас будет возможность пожертвования онлайн. Поэтому мы призываем вас, особенно глав семей, отцов, чтобы вы позаботились об этом. Это ваша домашняя церковь. Позаботьтесь о том, чтобы в это время собрать семью, быть вместе, слышать проповедь, молиться, петь. Чтобы духовно каждая семья и каждый член Церкви могли получать необходимую пищу, быть на страже, быть в бодром духе и прославлять Спасителя. Итак, я хочу сказать, что наше первое вот такое онлайн-собрание будет уже в эту среду, и мы призываем вас присоединиться к этому. То, что касается наших воскресных богослужений. У нас будет проходить два онлайн-богослужения. В 10 часов утра и в 5 часов вечера Тихоокеанского времени здесь, в штате Вашингтон. Я уже это обращаюсь ко всем тем, кто присоединяется с разных стран. И мы знаем, что много тех, кто смотрит наше богослужение. Поэтому в 10 часов утра и в 5 часов вечера у нас будут проходить эти богослужения. У нас будет слово для детей, поскольку занятия воскресной школы отменены сейчас. У нас будет звучать проповедь. И более того, мы хотим подготовить специальные вопросы, чтобы домашние церкви или домашние группы, после того, когда вы выслушаете эту проповедь, могли общаться дома, могли порассуждать над этими вопросами, которые будут на основании проповеди, чтобы в каждой домашней группе было это духовное общение. Поэтому мы призываем вас не отчаиваться, мы призываем вас не впадать в панику или в страх. Мы призываем вас, чтобы мы оказались на месте Давида. Давида, который, смотря на Голиафа, он знал, что Бог сильнее, он знал, что Господь даст победу, он знал, что Господь с ним. И поэтому мы призываем вот и сегодня каждого христианина, чтобы в этой ситуации мы не смотрели на Голиафа, мы не впадали в страх или в какие-то особые переживания. Мы смотрели на Господа, Он сильнее, Он проводит нас этой сложной ситуацией, но Он обещает, что Он будет с нами, Он поможет, Он проведет нас через это. Да, нам нужно терпение, нам нужна мудрость, но самое главное, нам нужна вера. И если для вас это время испытания, да поможет Господь пройти это испытание, и чтобы ваша вера, которая будет испытана, она оказалась драгоценнее золота. Поэтому да благословит вас Господь, призываем вас присоединяться к нашим онлайн-богослужениям, да хранит всех нас Господь в это особое время. С Господом! Субтитры создавал DimaTorzok